Так, Василий Васильевич, добрый день. Добрый день. Значит, несколько вопросов. Вопрос первый. Вот вы были в Пришиле, да? Расскажите о самых ярких страницах вашей сельскохозяйственной деятельности в Пришиле. Были такие события. Есть там такой или был, и здесь присутствует Севрюков. Я утром проснулся, а у меня были спортивные тапочки такие. Я обычно быстро одеваю, и этот сентябрь месяц, даже ближе к октябрю, прохладно было. Думаю, одену и побегу, как обычно, для студентов прогулочку, так показать, что я вроде бы что-то и спортом занимаюсь, и не боюсь холодной воды. Только один лапоть одел, дерг, не могу оторвать. Второй дерг, уже Севрюков гвоздями прибил. Следующий случай. Ну, этот случай я могу рассказать, потому что это действительно я сам сочинил. У нас был там, смотри, вот этот Безуглый, который там третий, там, раб или кто, или лебедик. Вот, он приехал, а мы приехали тоже интеллигенцией, но у нас с каждого своя бумага была туалетная. Мы не прятали, так лишит, и все. А мы к Безуглому подходим, говорю, Владимир Григорьевич, дай бумажечку, потому что. А он же зажимает, поэтому мы начали ее немножко подерывать. Опять же Севрюков Александр Васильевич появляется. Этот тюморист, он же всегда без этих фокусов не бывает. Он берет перчик, перец, самый настоящий, с поля, когда приехали. Взял вот эту бумагу туалетную, он ее потер. А Безуглый обычно в обиденный перерыв занимается этим делом. Он покушал, мы перекусили, все, вдруг автобусы подъехали, надо ехать. Когда смотрю, Безуглый бежит с этого места, два нуля, что-то кричит. Я же не знал, что-то уже сделано. Потом я же только понял, что Александр Васильевич это все сделал. Представьте себе, ну и тазик, и все остальное было, он даже не выехал на поле. И последний такой, со мной было. Я признаюсь, ну простите, это не страшно. Мы где-то прожили недельки две. Обычно, ну как, студенты ложатся спать, вот у нас прекрасные ребята здесь есть. Я с удовольствием буду в 11 часов ночи ложиться и все, все. Ну они же с 11 часов начинают только развлекаться. Ну я не был никогда предателем, никогда не любил подглядывать в щелку. Но тем не менее, такая обязанность, надо посмотреть, как ребята отдыхают, как ложатся спать. Я, школа большая, прошелся по этим самым, в окна позаглядывал. Ну что получается, туалет у нас был далеко, а студенты не все бегали ночью в туалет. Они возле вот этого крыльца там все делали. А я же прошелся, вот, потоптался. Прихожу ж туда, у нас в комнате было там три преподавателя, и есть такой Геннадий Федорович, захожий. Я пришел абсолютно нормальный, как это самое, ложиться спать. А захожий говорит, ребята, вы знаете шо, где курган ходы, він, мабуть, в шраусе. Вот и все.